Доброго времени суток у микрофона Дэнион Добро и на канале Быстрый ВК. В этом видео мы разберем, что такое компьютер, как с ним работать, как его включить, как его выключить, зачем нужна перезагрузка, а также рассмотрим, что к нему можно подключить. Начнем с того, как компьютер включить. В данном случае у меня, допустим, ноутбук. У ноутбука есть вот такая специальная кнопочка, чтобы его включить. Перед тем, как включать устройство, убедитесь, что оно подключено к питанию, и после чего попробуем его включить. Нажимаем на кнопку где-то около секунды, и компьютер начинает включаться. Иногда нужно нажать чуть посильнее. Также эта кнопка бывает вот в этой клавиатуре, где-то вот в этой части, иногда бывает посередине. В общем, зависит от модели. И кнопка не всегда подписана. Если говорить про полноценный, то тут у нас есть системник. Здесь кнопка включения располагается либо на передней панели, либо сверху, либо же боку. Если вы нажали на кнопку в течение одной секунды, и компьютер не начал загружаться, проверьте подключенные провода. С задней части они располагаются. А также убедитесь, что включен блок питания. После чего попробуйте еще раз включить. На мониторе или на экране высветится надпись BIOS, материнская плата. После чего начнет загружаться в системах. Теперь рассмотрим, что подключается к компьютеру. К компьютеру подключается клавиатура. Также подключается мышь компьютерная. И флешки. И иные накопители. Как мы видим, у каждого, для каждого устройства есть свой кабель. И соответственно свой порт. В общем, если вы будете что-то подключать, то будет очень сложно что-то не туда подключить. Потому что производители с самого начала об этом подумали. И для каждого подключения разработали свой определенный разъем и кабель. Самый распространенный разъем, которым вы будете пользоваться, это USB. Так как этот разъем есть практически в каждом компьютере. И он нужен для того, чтобы подключить мышку, а также клавиатуру и, допустим, флешки и иные накопители. Например, вместо флешки может быть жесткий диск. Либо новое устройство с подключением по USB. Если говорить о том, как подключать все эти кабеля или провода, то они все втыкаются, как правило, достаточно легко. Конечно, есть исключения. Иногда нужно приложить немножко усилий. Но, как правило, так что если вдруг флешка не вставляется, то значит ее нужно перевернуть в другую сторону и попробовать вставить повторно. Также следует учесть, что в USB порт вставляются флешки или, например, мышь или даже самая клавиатура. Нужно обязательно смотреть, чтобы вы вставляли именно правильно. Убедиться, что все совпадает. Так как, если вы будете вставлять часто неправильно, может сломаться гнездо, либо подключаемое устройство. Соответственно, с этим нужно быть аккуратнее. Также существуют вот такие разъемчики для того, чтобы подключить, например, Type-C. Это универсальный разъем, который есть в современных смартфонах. И также этот разъем используется для того, чтобы подключать какие-то дополнительные устройства, в том числе и зарядка. Зарядка тоже может идти по этому разъему. Type-C, USB Type-C, полное название, позволяет подключать большинство устройств. Это самый универсальный разъем. В то же время USB все еще популярен. И большинство накопителей используют все еще формат USB. Замечу, что у USB есть один, опять-таки, недостаток по сравнению с Type-C. Это то, что USB нужно вставлять определенной стороной. А Type-C можно вставлять любой стороной. И в любом случае, если говорить о вот этих входах, для того, чтобы подключить дополнительный монитор или основной, такой же есть вход и на самом мониторе или телевизоре. Это HDMI, а это VGA. VGA более старый, он передает только изображение, а HDMI передает и звук, и изображение. Поэтому HDMI-порт более универсален. Следующее. Мы попробуем правильное выключение компьютера именно через систему, а не с помощью кнопки. Так как с помощью кнопки мы выключаем только в том случае, когда не удается завершить работу через систему, при этом нигновении ошибок или зависания. Что нам для этого нужно? Кликаем левой кнопкой мыши по значку Windows и у нас открывается панелька. Тут мы выбираем кнопку «Выключить» и выбираем «Выключить». Либо выбираем перезагрузку, если нам требуется перезагрузить компьютер, например, после установки каких-то программ, они требуют именно перезагрузку. Перезагрузка отличается от включения не только тем, что она после того, как выключить устройство, заново его включает, но и тем, что перезагрузка позволяет очистить какие-то временные файлы, что может положительно сказаться на работе системы в случае возникновения ошибок. Также есть еще один способ выключить компьютер, который, возможно, вам понравится больше, чем этот, так как в этом способе нужно открывать панель и как минимум делать два клика мыши. Есть другой способ. Используем клавиатуру и нажимаем быструю комбинацию клавиш. Сейчас я вам покажу, где располагаются эти клавиши. На клавиатуре. Alt F4. Это позволяет закрыть окно. Ну а если вы находитесь на рабочем столе, выскочит предложение «Выключить компьютер». Там же можно выбрать пункт «Перезагрузить» и так далее. Если вам нужно перезагрузить или выключить, нажимаем кнопку «Окей». Если же вы вдруг передумали выключать, то нажимаем «Отмена». Таким образом, можно выключать безопасный компьютер. Ну и давайте я вам покажу, как создать какой-нибудь файл на рабочем столе. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «Создать». И создаем файл. С помощью левой кнопки мыши мы откроем этот файл и что-нибудь в нем запишем. Используя клавиапуру. Например, комбинацию клавиш, которую мы сегодня изучили. Alt F4. Теперь давайте посмотрим, что можно еще сделать. Например, давайте воспользуемся этой комбинацией клавиш и закроем «Вакмод». Все, мы закрыли. У нас все получилось. В случае чего, бывает вылетает подтверждение выхода, если вы используете данную комбинацию. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если видео было полезно, делитесь этим видео с теми, кто никак не может разобраться, как работать с компьютером. Надеюсь, видео было полезно. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.